Добрый день, меня зовут Наталья Томоян, я детский семейный психолог, коррекционный педагог и специалист по раннему развитию для деток. Сегодня я хочу поделиться с вами мастер-классом, как удобно, легко и быстро создать условия для сенсорного насыщения ваших деток. Я знаю, что все мы занятые мамы, у нас нет достаточного времени для подготовки, для реализации всех этих наполненных сенсорными ощущениями условий для наших детей. Я вам сегодня покажу, как это сделала я. Как вы знаете, сенсорные системы, их всего семь у человека, их насыщение необходимо для, это как бы база для развития высших психических функций вашего ребенка, то есть это мышление и в конечном итоге речь. И вот это вот насыщение, скажем так, воздействие на анализаторы ребенка, слуховой, обонятельный, вкусовой, тактильный и так далее, нужны для того, чтобы лучше работала проводниковая система и мозг лучше мог дифференцировать эти ощущения, соответственно давать ответ. То есть у ребенка складывается более полная картина мира, в котором он взаимодействует. То есть что со мной происходит сейчас, что я чувствую, что мне с этим делать, это для меня приятно, это для меня неприятно, нужно от этого убегать, или я могу с этим как-то взаимодействовать. И для этого нужно как можно больше этих разных ощущений, вкусов, запахов, касаний дать вашему ребенку, чтобы его мозг лучше ориентировался в том, что происходит с ребенком в данный момент. У меня дома есть несколько таких сенсорных коробок, которые я наполняю в течение дня, занимаясь своей обычной деятельностью. Например, у меня есть коробка для ванны. В течение дня, когда я нахожу что-то, что может быть интересное для моего ребенка в плане ощущений, в плане запаха, в плане каких-то касаний, я туда складываю. Например, в ванной комнате находятся различные какие-то мочалки. То есть то, что ребенок может пробовать, вы можете посадить его в ванну, можете давать ему, и он будет каким-то образом себя трогать и составлять свое мнение о том, что с ним происходит в данный момент. Это может быть пена для бритья, это может быть какой-то крем, это может быть даже варенье или мед. То есть вы можете намазать тело ребенка, он почувствует какие-то ощущения, там мед он стягивает, он может попробовать вкус. То есть то, что можно вашему ребенку, то, что не вызывает аллергии. Это может быть какие-то ароматические масла. То, что вы можете капнуть в водичку, в какую-то там емкость, и дать ребенку понюхать. Попробую, чем пахнет. Вот сегодня у нас это лимон, завтра это у нас сосна, послезавтра еще что-то. Или сравнить в одной емкости у вас, допустим, вы капнули масло лимона, в другую масло бергамота или то, что у вас есть. Также какие-то, может быть, различные мыла. Это может быть скрабы. То, что вы можете нанести на тело ребенка, он может потрогать и получить свое мнение, представление о том, об ощущении, о запахе, о вкусе. Это могут быть шампуни, то есть тоже разные, их можно понюхать. Их можно нанести на кожу и потрогать, как они взаимодействуют с кожей. Это могут быть замороженные кубики льда. Вы можете дать ребенку налить, допустим, черпачок или в ванну теплой воды и дать в ручку кубик льда. Он трогает. Здесь у нас холодное, здесь у нас теплое. И сравнивать свои ощущения от холодного и от теплого. Это могут быть пальчиковые краски. Вы садите ребенка в ванную комнату, даете ему пальчиковые краски. И он в ванной взаимодействует с этой пальчиковой краской, размазывая ее по стенке, по кафелю в ванной, по самой ванной. Потом легко это снять, смыть душиком и дальше продолжать мыть или купать вашего ребенка. Это может быть пена для ванны. То же самое, ребенок взаимодействует с пеной, насыщается. Могут быть какие-то массажные штуки для тела. То есть ребенок может тоже водить или вы ему по телу, или даете он сам себя, каким-то образом массирует и также получает ощущения. Это может быть так называемый гель для ванн. То есть вы наполняете ванну небольшим количеством воды, опускаете туда гель и ребенок в этом геле купается обязательно под присмотром взрослого. Можно гель для ванн заменить наполнителем для подвузника. Это что касается ванной комнаты. Такая же коробочка у меня стоит на кухне. Также в течение дня я туда складываю то, что может быть интересно для моего ребенка. То есть какие-то интересные по ощущениям, может быть, силиконовые коврики, бамбуковые коврики. Это могут быть какие-то травы, лавровый лист, может быть корица, кардамон. То, что имеет ярко выраженный запах, и вы предлагаете ребенку потрогать, то есть корица, она и на ощупь очень интересная. Можно ее потрогать, можно ее понюхать, можно ее даже попробовать. То есть она имеет свой интересный вкус. Это может быть чеснок. Это может быть, вы можете чеснок дать ему потрогать, можете его даже надрезать, дать ему попробовать. Та же самое касается луковицы. Это могут быть также какие-то гвоздика. Что у вас есть на кухне? То есть вы сложили, сегодня дали одно, там какие-то ершики, какие-то силиконовые лопаточки, лопаточки для смазывания и так далее. А также у меня на кухне находится щеточка для массажа десен. То есть когда ребенка перед кормлением или после кормления, я могу ему промассировать десна. Дать ему возможность насыть социативные ощущениями. Также какие-то фрукты, которые имеют ярко выраженный вкус. И лимон, киви, может быть кусочек яблочка. Очень удобно также работать с гречкой. То есть вы берете какую-то большую емкость, наполняете ее какой-то крупой. Вы постелили клеенку и ваш ребенок, допустим, можно что-то спрятать в вашу крупу. Ваш ребенок ищет то, что вы спрятали, какую-то игрушечку или орешек. Или то, что будет безопасно, чтобы он не приглотил. Но при этом он насыщает свои сенсорные системы. Тактильную, прежде всего. Также гречка имеет запах, обонятельную систему, наполняет ощущениями. То есть это могут быть также и бирь, какие-то фольфа, кокосовая сушка, черный перец. То есть то, что у вас есть на кухне. Какие-то безопасные терочки для него. Они тоже очень шершавые и имеют свои ощущения. А также я даю еще иногда ребенку, если нет эпиэктивности, обязательно за этим следим. То есть делаем на КВ. Даю еще какой-то вибромассажерчик. Он сам себе может сделать массажер. Также у вас всегда есть на кухне морозильная камера. Можно дать что-то холодное из морозильной камеры. Для того, чтобы он мог потрогать и сравнить свои ощущения. Холодное. И, допустим, потрогали теплую чашку чая или батарею. Или там, не знаю, что там, руку. Вот у вас есть теплое, холодное. То есть для того, чтобы иметь возможность сравнить. Там, где я чаще всего ребенка переодеваю, и он у нас находится голенький, у меня есть такая коробочка для взаимодействия с его телом. То есть вы можете наносить какой-то крем, чтобы ребенок размазывал по своему телу, получал ощущения. Массаж для десен. Аппликатор лябко для работы, особенно со спиной, с поясничной областью, с ягодичной. Для того, чтобы ребенок лучше чувствовал свое тело, лучше чувствовал свои позывы по необходимости в туалет. Это могут быть какие-то различные массажеры, которые у вас есть дома, которыми вы пользуетесь. Это зибаев у меня ребенок с удовольствием его грызется. Могут быть какие-то перышки, могут быть какие-то кисточки. То есть они есть более жесткие для масляной живописи, более мягкие для акварельной. То есть вы даете ребенку ощущение, гладя его различными кисточками. Он может сам это делать по лицу, по телу. И составляет какое-то свое мнение. А также различные саджоки. То есть для массажа тела, для массажа полностью рук, ног. И различные колечки для массажа пальчика. В большой комнате, или там в комнате, где он чаще всего играет, у меня есть такая сенсорная коробочка, в которую вы можете сложить какие-то интересные на ощупь ткани. То есть это микрофибра, это домашний шерстяной носочек, это какие-то перчатки, например, для занятий спортом. Какие-то мячики колючие. Может быть какие-то вот такие сквиши. Смогут быть щеточки, различные ткани. То есть может быть кусочки меха. Различные ткани, ромбошка, там парча. Или какие-то еще интересные для, допустим, дождевая плащевка. Могут быть какие-то щетки, например, я купила новую обувную щетку. Просто мочалочки с разной стороной. Жесткая и мягкая. Металлическая мочалочка. Новая просто, которую я держу для того, чтобы ребенок имел воздействие. Какие-то друзы, если есть, то есть тоже разные ощущения от вот этих вот камней. Деревянные расчески. Расчески для расчесывания с натуральным борсом. Какие-то использованные уже бутылочки из-под парфюмерии. То есть тут ребенок одновременно учится и откручивать. И может понюхать, посмотреть, какой запах понюхать имеет данный парфюм. Это аппликатор для полный. Ребенок играется, там как-то нажимает, взаимодействует, прокидывает для монеток в коробочку. Также я пошила вот такие разные мешочки. Здесь разные наполнители из разных тканей. То есть где-то гречка, где-то горох, где-то фасоль, где-то рис. Ребенок взаимодействует, играет. Мы можем кидать друг к другу, может по ним ходить, может закидывать какую-то коробку. Если есть возможность, то есть такие коврики можно купить. Либо, если нет возможности, точно такие же мешочки, только вы шьете просто чуть большего размера и наполняете более крупными наполнителями. Например, каштаны, керамзит для цветочных горшков, фасоль и так далее. То есть то, что у вас есть в наличии. Это что касается такой коробки для комнаты, там где играется ребенок. Также вот сейчас такие модные пупыты, очень хорошо тоже с ними взаимодействовать. И также очень хорошо на них отрабатывать, учиться указательный жест. То есть ребенок тыкает в эти пупырышки и таким образом они продавливаются на другую сторону. Здесь можно с ними только пальцем работать, поэтому здесь прямое попадание. Также у меня есть какие-то массы для лепки, есть домашнее тесто, которое можно хранить в холодильнике, либо просто в закрытой посуде, если туда положить лимонную кислоту, ребенок может лепить, может втыкать туда какие-то крупы, может втыкать крупные макароны, или то, что ему там какие-то, не знаю, то, что у вас есть каштаны, орешки, шишки и так далее. Также у меня есть такая моя любимая коробочка для, я ее называю коробочка-шуршалочка. То есть когда я дома нахожу что-то, что интересно шуршит, какие-то тубелочки, упаковки из-под, они все имеют разное шуршание. Какую-то там, допустим, упаковочную бумагу, фольгу, какие-то, допустим, упаковки из-под слива, пульки. Они все имеют разное ощущение и разную на слух, допустим, бумага для выпечки, и разную на слух интенсивность своего шуршания. Вы можете взять, допустим, для развития фонематического слуха вашего ребенка, а также для развития его слуховой центральной системы, взять, допустим, для первого раза несколько, например, три, да, то есть упаковка из-под пугунька, упаковка из-под хлеба, и, например, там, не знаю, упаковка, или, например, допустим, бумага для выпекания. Далее ребенку позаимодействовать, пошуршать, потрогать. Потом вы прячете эти три бумаги за какую-то досочку, положили, пошуршали, и говорите, делай, как я, и пусть ваш ребенок, перед ним лежат эти три бумажечки, возьмет ту бумажечку, которую вы пошуршали, ориентируясь на слух. Еще раз, видите, сейчас я пошуршала бумагой для выпечки. Делай, как я, возьми, чем я пошуршала, и пусть он выгорит. То есть для вас это будет и игра с ребенком, то есть такой своеобразной прядки, и развитие фонематического слуха, чтобы он слышал в будущем, когда будет говорить шипящие различные звуки, их достаточно много в украинской мове, если вы русстоязычная семья в русском языке. И на освещение вашего ребенка слуховых анализаторов необходима информация о том, что бывают различные шуршания и как они звучат. Вот, я хотела с вами поделиться вот таким мастер-классом по организации вот такой вот сенсорной работы с вашим ребенком, чтобы она была вот из подручных ваших средств, то есть нет необходимости покупать что-то либо такое дорогостоящее. Вот, вы можете в течение дня придумывать, скидывать в эти коробочки то, что вы увидели у вас оказалось перед глазами, может быть интересное для вашего ребенка. И тогда, когда у вас появилась минутка, ребенку предлагать эту коробочку, если там безопасные находятся вещи, то он может сам выбирать что-то для себя интересное, копаться в ней, трогать. Либо вы можете в виде игры, вот как, например, с коробочкой для шуршалочек, развивать его фонематический слух именно на ощущение. Я рада, если вам поможет моя информация. Вот, пишите отзывы. Буду готовить для вас новые какие-то мастер-классы. Спасибо. Спасибо.